СМЕХОТЕРАПИЯ СМЕХОТЕРАПИЯ Сеанс номер два Учитесь у нас Мы сейчас о котором говорим Наверное, народ начнет думать что мы употребляем какие-нибудь наркотики и в этом подмененном состоянии выходим в эфир. На самом деле нас своих хватает в гормонах нам даже закинуть СМЕХОТЕРАПИЯ ЧЕ, РЖОМ Ютуб нам так и не пускает трансляцию Уже все, чем можно было применили Мы уж не знаем, как с ним бороться Да бороться с ним как раз не надо В общем, мы сказали, вы пошли в Селеграм И будем там снимать ЖИ 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 И похоже, что это прям У нас проработка даже Сколько? Два дня с тобой пропустили живые истории Чтобы только мы не рассказали Зачем Духовным деньги Представляете Какая духовная борьба случилась тут Тема живых историй уже третий день идет Зачем Духовным деньги Да Зачем? Поэтому пришло время уже прожарить это открыто Но так как Ютуб нас так и не пустил в эфир На третий день Мы это делаем уже Вот так вот В Телеграме Потому что откладывать некуда Никуда Никуда Так зачем же Деньги Духовным людям Это вообще А? Зачем Духовным Деньги А не с чем? Вот если посмотреть Вот Кто питается Парноямы Зачем ему деньги? Кушать ему не надо Воды пить не надо Ножки включил И так И топаешь всю жизнь Единственное Что нужно Одежда А с чего ты за него решил Что ему это не надо? А ты знаешь его духовную суть? С чем она связана? Что не надо? Ты говоришь Что деньги не нужны духовному А зачем ему деньги нужны? Влечу Так вот Ты не знаешь духовной сути человека А за него уже решил Что ему деньги не нужны Бывают Духовные задачи Очень связаны напрямую С материальным миром Ну например тебе важно Помогать людям Устраивать благосостояние В семье В бизнесе В деятельности Смотря на то Как о каких-то духовных говоришь Я говорю про тех Которые не нужны деньги Ну или нужны Но так Чтобы Чтобы оставаться жить И Немножко поддерживать И Немножко поддерживать себя Мы все Сегодня с тобой Обо всем говорим На тему Зачем Духовный день Ну 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 почему Я только одну часть Рассматриваешь Вот эти другую Рассказываю Что Ну даже с чего Это начать Ну понятно Каждый из нас Со своего Начал Вот Вот То есть Одной части Деньги Совсем не нужны И как они живут Ну как Они просто говорят Что У нас нет цели Миллионы Там Триллионы Вот У нас есть Доход Там 25 тысяч 30 Ну Максимум Сотка Да Зачем еще деньги Куда Для чего А ты помнишь Как мы с тобой Когда познакомились Какое у тебя было На то время Духовное отношение К деньгам Мне кажется Даже Можно сейчас Сыграть Эту сценку Из Наших диалогов На то время Помнишь Ты тогда Приехал только С випасами Совсем Духовные деньги Им все дадут Одежду дадут Пожрать дадут Его Приночуют Его Приласкают Он там Помолится За всех И все Бесрядник такой Да В один дом пришел Помолился Ему Дали ночевать В другой дом Ну и Если даже И переночевал На вокзале Ничего страшного Есть Более Адекватные Духовные Ну как адекватные Более Ну как адекватные Более Более Принимающие Денежные Ресурсы Давай не будем Никого там Причислять К хорошим Или плохим Да То есть Все имеет место быть Ну просто Про разные типы Я имею ввиду Адекватно Относиться К деньгам Ага Угу Есть Такие люди Которые Ну Они вроде бы Не привязаны К деньгам Но они Делают Практики Чтобы Заработать Чтобы Не заработать У них нет Цели За денег Чтобы они Помогали людям И это Приносило им Доход Как сегодня Вебинаре Который Мы смотрели Для Тарзанки Проходим Цита Является С новой Обменом По ценностям То есть Тем самым Ты Получаешь Благодарность Принимаешь Ее Равную Той ценности Которую Ты оказывал И если Мы ее Не принимаем Свою Духовную Суть И Это Для Многих Из нас Являются Именно Духовной Задачей В течение Жизни Научиться В практике Ценить То Что У нас Есть То Что Когда-то Раньше До Нас И уже В нашей Жизни Обестенивалась Ну Вот Как можно Оценить Свою Услугу Сколько Она Стоит Если Предположим Один За Энергомассаж Берет 50 тысяч А Другой 500 рублей А Может быть Не смотреть Они Точно так же Дают Этому человеку Одно и то же Ну Плюс Минус Вообще Не соглашусь Может 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 Даже Тот Человек Может Намного Лучше Помочь Того Кто Взял 500 тысяч Цена Услуги Определяется Ценностью На уровне Которой Сейчас Находится Личность Это уже другое Дело А не от того Сколько Он даст Так Он даст Ровно Настолько Насколько Он ценит Себя Неважно За сколько Сколько Этот человек Заплатил Два миллиона Или Тысячу рублей По сути Он получит Одно и то же Нет Неправда Ни одно и то же Он получит Почему Давай просто Они на разных уровнях И все Вот богатый Кто может оплатить Два миллиона Он просто на другом уровне Но он получит то же самое И все На том уровне Котором он находится А получится он то же самое Счастье в семье Благости Там в работе Увеличение дохода Все то же самое Что тот Который зарабатывает Пятьдесят тысяч И тот кто зарабатывает Пятьдесят миллионов Они получают то же самое Но на другом уровне И все Ну Качество жизни Разное Конечно Ну то есть они И платят по-разному Один заплатит Пятьдесят рублей Другой Пятьдесят тысяч Заплатится За услугу Потому что у них Размеры Доходы Разные Так вот я про чем Говорю то что Если у нас услуга Стоит тысячу рублей Мы Ориентируемся На тех кто Приблизительно То же самое Зарабатывает И оплачивает И И дает На эту же сумму Если у нас Услуга Сто тысяч рублей То приблизительно У него Приблизительно Такой же доход У него Приблизительно Такой же Расход То есть На сто тысяч В среднем Если у нас Слуга стоит Миллион Значит придет Такой человек Который оплатит Миллион Который Приблизительно То же самое в среднем в месяц он тратит. В месяц-два. И всё. Уровень просто раз. Другой я хотела сказать в тему зачем деньги духовно. Если у тебя общество таких же, как и ты, которые зарабатывают 30 тысяч, то и тебе приходят люди, которые зарабатывают 30 тысяч. Тебе не придёт тот, кто зарабатывает миллион. Я хотела насчёт обесценивания. Зачем деньги духовно? Когда человек обесценивает себя и услуга, например, это за счёт его собственных ресурсов оказывается за очень какие-то смешные деньги, он оказывается в поле в синевом. То есть его не видит мир. Потому что для Вселенной это сигнал, что это неравноценная услуга. И такие люди приходят периодически на консультации, спрашивают, что нам делать. Нас не выбирают, нас не видят, нас не покупают. Когда начинаешь проводить анализ, то понимаешь, что там вложено столько труда, его энергетического, физического и опыта, жизненного, что эта услуга не может стоить такую цену, которую он назначил. Или если он вообще её бесплатно оказывает. И ему это становится настолько в тяжесть, что он, в принципе, не может это делать. Но считает, что он обязан служить таким образом миру. И входит в позицию такую жертвенную. И ну вот сейчас этап развития, который идёт на земле, нам всем важно выйти из этой жертвенности. Нам всем важно разрешить разноценно обмениваться через денежную энергию и давать человеку ценности настолько, сколько она действительно стоит. Если эта ценность очень высокая и мы её можем одновременно оказать для большого количества людей, значит, нужно найти решение, как её, например, может получить каждый по чуть-чуть оплатит. Ну, то есть, это какая-то склаченная, это какие-то автоматические продукты. То есть, здесь не может быть обращение к такому лидеру, у которого час, например, стоит миллион или там сто миллионов. К нему не может прийти в личное сопровождение человек за тысячу рублей. Или там за пять тысяч. Но он может его послушать тренинг. Оплатив тоже там тысячу или пять тысяч рублей. Это ему доступно. Но он его лично вести не будет. Будут вести кураторы там, ещё как-то. Ну, то есть, здесь уже выстраивается такая бизнес-система. И вот в момент роста я замечала и за собой, и за другими мастерами, что мы, боясь потерять свою какую-то аудиторию, отказываемся от роста духовного, а значит, и от роста материального. То есть, нам важно повышать свою ценность. Это естественное развитие, требующее от нас того, чтобы мы умели делегировать и заботились о нашей аудитории, давая им продукт по-новому. Не когда мы как мастера сами каждую заявку обрабатываем, с каждым общаемся, когда это можно делать уже руками других людей. Ну, или там автоматически как-то. И здесь вот часто бывает, что духовные съезжают, скажем так, или остаются на одном и том же уровне развития. И вот здесь тогда роста не происходит, как ты занимался этим 10 лет назад, так и сейчас занимаешься. Роста у тебя нет. Идет деградация даже духовная. И я вижу, что напрямую развитие материальное зависит, не то, что зависит, а влияет на духовный рост развития. Также и наоборот. товары, услуги, все остальное должно стоить столько, насколько высок авторитет. Ну, предположим, Румбель, да, художник, когда он жил, когда он был жив, его картины, ну, стоили копейки. предположим, да? Сейчас я не знаю, сколько у него картины стоили. Но вот сейчас его картины, спустя много-много лет, они могут стоить миллионы. А может быть, даже миллиарды. к чему к чему Не к тому, что после смерти будем продавать свои услуги под миллион, а к тому, что по спросу. то есть если твой товар услуга требует ну и у него высокий спрос, то стоимость естественно высокая. Это вот как предположим продукты, да, гречка стоит дороже, какая-то крупа стоит дешевле. Рис предположим еще в два раза дороже, чем гречка. То есть по спросу, да, но там еще может влиять не только спрос, но и изготовление этого продукта. Если продукт изготовляется очень кропотливо и сложно, то он стоит дороже. Индивидуально еще тем более. Индивидуально. А если продукт легко достается и его в большом количестве, что даже покупателей столько нет, сколько продукта, то он дешевле в разы, чем тот, который достается тяжелее. Ну и в принципе услуги также. Если услуга дает максимум, но у нее спрос предположим одного услуга в год покупает ее один раз в год, то и значит она не требует спроса, либо этот человек не может ее продавать. А если услуга требует спроса и каждый день эта услуга продается, то цена естественно будет дороже, потому что у тебя нет конкуренции, у тебя постоянно завал клиентов. Ну подожди, услуги могут быть разные, к примеру, ты не каждый месяц обращаешься к свадебному фотографу, ты за этим обращаешься раз в жизни, может быть, и от этого тоже зависит в общем-то ценность услуги, чем, например, если ты обращаешься каждый месяц для съемки контента, то есть в одном случае это услуга для бизнеса и она имеет ценность, а в другом случае это постоянный такой расходный материал, скажем так, а в другом это история памяти, это как подарок, который ты делаешь себе раз в жизни. тут очень разный подход в продажах и отчувствования но он еще зависит от того, что сколько этим людей занимаются. Если этим занимается один человек на город, то естественно у него будет самая высокая цена. А если мне нравятся конкретные фотографы, у него высокая цена, но с другими просто коннект не складывается. я понимаю, что у меня получится классно именно с этим фотографом. Ну, к другим просто внушение лежит. Ну, вот Игорь, то, что цена еще зависит от эксперта. Он может в принципе то же самое делать, что 10 фотографов в городе. Ну, вот у него в два раза дороже. Почему? Ну, значит, там что-то делает лучше. Либо больше. Да не лучше больше, а просто вот он такой вот. и это стоит у него так. Он может и не лучше, и не больше делать. И ему готов платить. И это определяет его внутреннее становность. Либо вот чтобы с нами пообедать, позавтракать, стоит 0 рублей, а чтобы пообедать, позавтракать, предположим, с не знаю. Ну, с лайк-центра предположим, а я с Шабудина, да? У него может с ним посидеть, позавтракать, побеседовать, 100 тысяч стоит, да, один час. Ну, это от нас зависит, как мы это прописываем с государством. Ну, понятно. Но если он просто загнет миллион, то к нему никто не придет. Ну, с чего ты решил? Возможно. Смотря на какой аудитории ты вообще влияние имеешь. Ну, вот я и говорю, если он влияет только на аудиторию с миллионными человеками, то возможно кто-то за 100 тысяч придет. А если он будет зарабатывать миллион и к нему на час позавтракать за миллион, ну, вряд ли кто-то придет. А те, которые зарабатывают миллиарды, ну, у них как бы свои учителя есть, которые зарабатывают миллиарды. То есть приблизительно то же самое. То есть твои друзья, те, кто зарабатывает приблизительно то же самое. Чуть больше, чуть меньше. Так зачем духовном миллиарды? Стремиться ли к ним вообще? А зачем они? Это как бумажки для славна. Зачем бумажки славны? Ну, здесь не соглашусь. например, у меня есть задачи духовные, они очень связаны с тем, что я поддерживаю людей в знании, практическом знании о своей ценности и как устроено управление деньгами. И сопровождают на этом пути. и соответственно у меня задача напрямую очень связана с деньгами здесь на земле. Это создание семейных проектов. Я бы не отнесел тебя чисто к духовному человеку. У меня есть духовные задачи, если я от них отсоединяюсь, я не могу вести материальную деятельность. Ты больше духовный предприниматель, который может эти деньги увеличить, построить предположим какой-то собор, не знаю, еще что-нибудь, в который будут приходить люди и исцеляться. Ну, могу стать спонсором, да, какого-то такого места. А другому духовному дашь эти миллиарды, он просто через неделю, через месяц помрет и все с ума сойдет. Я хотела сказать, что все-таки у каждого духовного человека есть материальные задачи. И нам их важно решать сейчас. Понятно, что, например, у меня активная роль предпринимателя, у другого духовного ее может не быть, но это не значит, что он пытается одной проноямы и отказывается от всего материального. Такие есть, и такие есть, всякие. Они от нее не отказываются, они окружают тебя спонсорами, инвесторами, которые их также поддерживают, если глубже посмотреть, и я таких людей знаю. Ну, бывает, конечно, ходит в леса, в пустыню, там еще куда-то, в горах живутые. Но сейчас очень много среди общества нашего нам важно понять, что мы все рожденные на земле, кто сейчас адаптируется к жизни новой, мы все соединяем духовность и материальное, ну, то есть ведя деятельность среди людей, у нас у всех есть духовные задачи, важно без отделения одного от другого это делать. Поэтому имея образ жизни духовный, я чувствую важность развития именно в наработке своего изобилия внутреннего. И неважно в большей или в меньшей степени кто из нас предпринимателем является на земле. если мы на земле живем и заботимся о ней, у нас у всех есть сознание ценности земных ресурсов, материи. Это не только касается денег, это касается в целом природных энергий. А природа очень связана с божественностью. Все, что создана природой, это Бог. Богом создана красота, гармония. не только человек разделил природу с божественностью. И против поставил. А это все едино. И когда занимаешься хозяйством, заботишь, что испытываешь жизненное наслаждение, очищаешь свое сознание, правил, в которых ты почему-то отрицал это изобилие в своей жизни, отказывался от его развития, от этого пути. Насильно держа себя в какой-то такой бедности и противопоставляя себя и свой образ верного со богатыми. тем не менее у нас очень много историй как-то те, кто наработал большое изобилие, мы этим помогали, были добры, и человека любимого и в сложных ситуациях именно к меценатам, инвесторам всегда обращались за поддержкой и выказывали это тоже одна из задач. Так зачем деньги духовным? Ну вот реально я вот смотря как я смотря как я вот ты ко мне пришел когда я посмотрела на этот образ человека, который пришел в себе пасы со многих практик это не к суждению, а к тому, что я увидела, что полностью была задавлена энергетика, которая отвечает за денежные каналы и способность вообще создавать изобилие. И включены были программы, по которым ты просто ходишь с протянутой рукой и просишь. Но ты ничего не создаешь, не творишь и не приумножаешь. Ну то есть выключена была эта функция. И всегда видела своей такой задачи одной из главных почистить это показать другой возможный вариант как можно духовному делать свое дело поддерживать людей и при этом создавать изобилие, создавать материю. Не просто ходить с протянутой рукой полярой. Потому что хочется чтобы духовные люди они чувствовали и жили по-настоящему процветающим. Потому что когда мы видим духовный образ асоциальный с протянутой рукой, не хотят за этим идти. Мы даже с тобой недавно когда в марте смотрели в Индии проходил праздник Махаши Варатри. Мы с тобой обратили внимание как красиво был создан этот праздник. это не случайно, чтобы люди хотели идти к духовности и видели, что там есть энергия изобилия процветания. Это и есть состояние Божественницы, когда ты к себе относишься достойно, цену. Когда ты вокруг себя и в себе создаешь роскошь. Ты можешь это делать постоянно, многократно умножаясь это и другим еще поддерживали этом пути. Без гордости, без тщеславия, без превозношения. У меня такое отношение к тщетку. Люди приходят, программы меняются, а люди приходят каждый раз с похожими запросами, они все касаются деятельности и доходности. Как создать свою деятельность, чтобы был доход от такой-то суммы. Когда я отсоединялась с этих запросов, не делаю что-то одно, я просто всегда упадала из своей духовной миссии и сразу энергии не было на реализацию, люди переставали приходить. Как только начинаешь свое дело делать, связанное с тем, что помогаешь, сопровождаешь людей в их реализации духовной и выстраивании материальности, в этом деле все, поток идет, люди идут, благодарят, власят, все в порядке. Как только прекращаешь это дело, с ними тоже прекращаются. Вот так бывает. А у тебя как было и сейчас как? Ты же тоже очень связан с предпринимательством. Цель у меня глобальной, конечно, то, что на тысячу рублей за сеанс не это не построишь. Но почему-то такое убеждение было, что за свои услуги я не могу брать много. Если я буду много брать, то это получается, как будто я отнимаю у людей их деньги. а то, что я им даю гораздо больше, чем получаю, это просто как-то и не складывалось в моем сознании. Я думаю, лучше брать понемножку. Ну, что ты помогаешь людям, тем, что ты ему помогаешь и тем, что не так много берешь. Но есть людей, у которых много есть ресурсов, которыми они могут мне помочь. Но я их просто не пускал в свой круг, так сказать. Хотя я им тоже могу помочь, многим, кто зарабатывает этот миллион, но они просто ко мне не придут, потому что у меня, ну, я на уровне, можно сказать, чуть выше в из бедности. И все. Правда, если по социальному смотреть, то средний класс это от, по-моему, не знаю, могу ошибиться, от 6-8 миллионов, что ли, от 10 миллионов средний класс, это доход. А все, что ниже среднего, это бедные. Богатые это от 80 миллионов, что ли, от 20 миллионов в месяц. Так богатые. Так что мы даже до среднего нам еще топтать и топтать. Ниши. Ниши. Ну, кто это поставил? Ценники. Это уже не важно. Важно то, что кем ты себя считаешь. Бедным, богатым или нищим. Ты можешь зарабатывать 500 миллионов и быть нищим. Бедным. Ты можешь зарабатывать 50 тысяч и быть богатым. Смотря сколько у тебя амбиций, сколько у тебя желаний. Если ты расходуешь половину своего дохода, то это считается ты богатым. А если ты зарабатываешь миллион, а расходуешь 2, то это бедный. И что неоднозначно? С одной стороны так. У тех людей, которые зарабатывают в очень бедном слое. Они, предположим, уже зарабатывают 2 тысячи рублей в месяц. А другой зарабатывает 5 тысяч рублей. Он уже богатый, в принципе, среди них. А если среди нас, то кто зарабатывает 5 тысяч, он бедный. А есть страны, где зарабатывают от 100 тысяч дворники. Они считаются бедными. Потому что там зарплаты все от 500 тысяч. Средние. Так что... Зависит, где ты живешь. Какой менталитет твоего общества. Если бы мы сейчас жили где-нибудь на Бали, в Дубае, то мы бы были сверхнищие. А если бы сравнить с Индией, где там в основном 80-90% нищие, мы бы там были богатые. Так что... Мне также по потребности. Кому-то хватает 50 тысяч духовному, да? В месяц, в месяц. И у него все есть. И кому-то и 500 не хватает. И он говорит, что у него ничего нет. Ну, может быть, он строит какой-то там ретритный центр или там школу какую-то достраивает. Просто есть люди, которым всегда мало. Вот даже люди, которые к нам приходят на диагностике, на демо-версию. Сразу видно, что за человек. Те же самые карты, тот же самый кубик. Все одинаково им мы даем. Даже некоторые мы даем больше. А они говорят, нам недостаточно. Нам мало. Нам мало. Мы не кончили. Вот еще бы парочку карт, и я бы насытился. Если бы они были, скорее всего, сказали бы все равно, что нам мало. А некоторым прям после второй-третьей карты вскрывают так голову, что они просто к концу игры уже, они плывут уже. У них мозг начинает кипеть. Они уже все поняли. Они уже сидеть не могут на месте. То есть это все зависит от человека. Насколько он беден, насколько он богат. Он может зарабатывать миллиарды и говорить, мне все мало, и я учу еще больше. Вспомнилась. Корцинка из Мельско-Понцента. Я сейчас не вспомню название. Где недостаточно богат. Тебе мало. Тебе еще захлебнулись. Ну, это золотая вань, что ли там? Да, да, да. Да, вот там точно. Где шейх захлебнулся. Мне мало, мало, мало. И потом все завалило. Он сказал достаточно. И когда ты говоришь достаточно, все золото превращается в черепушки. Ну и вообще, если говорить про деньги, что деньги это не про деньги. Вот много проработок делаю про деньги. Игра очень много этого показывает, что стоит за этой денежной энергией. Ну и конечно же, если мы отказываемся от денежной энергии, это еще говорит о том, что человек инфантилен. Он остается в состоянии ребенка и передает ответственность за себя, за свою жизнь кому-то. Поэтому очень много духовных людей или псевдодуховных переходят в эту роль, чтобы прикрыть свою инфантильность и отказываясь от своей ответственности. На самом деле, быть духовным, значит быть зрелым, ответственным и управлять на 100% своей жизни, значит и денежной энергией в том числе. Это глубокая тема и ни одного эфира, если она в вас откликается, пишите в комментариях свои осознания, инсайты, пишите вопросы, мы продолжим. Пока. Ставьте лайки, репосты, делайте, мы будем смотреть за активностью. И сейчас в новое время особенно актуальна тема денег, потому что идет переход из 3D в 4D измерение, 3D деньги заканчиваются, а там особенность была какая, что люди были как раз вечными детьми, маленькими. И большой дядя давал возможность своей системе зарабатывать, быть на местах, и можно было ему и передать, собственно, свою ответственность за жизнь, за деньги, за все остальное, и не париться над всем. Но все меняется, и новое время несет новые энергии, требующие от нас ответственности за все, что мы делаем. И буквально сегодня и вчера еще, ну, в общем, последние дни на демоверсии игры «Обогати себя» были запросы насчет того, чтобы найти работу такую-то, такую-то. И тут же трансформацию шли на демоверсию в другой запрос, где задача создать деятельность, свою деятельность, которая будет формировать такой-то доход. Ну, то есть, мы переходим из формата, что я пойду к дяде, и там он мне это даст, то, что он создал для меня. Переходим в то, что я для себя это сделаю, я для себя и для любви к себе создам деятельность, которая мне подходит, и буду создавать сам деньги для своего изобилия, своей духовной реализации, своей жизни здесь, на земле, любя и заботы. И все больше людей пробуждается и делают первые шаги, ну, а кто-то уже вторые, третьи, к тому, чтобы выстроить свою материальность в духовной оси. Мы этим и занимаемся, то есть, это раскопка, можно сказать, разработка, запуски, создания денежного дохода на основе духовной оси человека. И делаем это на программах родного дома. И что вам сейчас конкретно поможет на этом пути, мы смотрим как раз на демо-игре, демонстрационной сессии к игре «Обогати себя», куда вас и приглашаем. Приходите, для этого оставляйте заявку по ссылке в интернет-магазине в Телеграме родного дома. Записывайтесь, это бесплатно, мы проведем тестирование. Если вы захотите сделать дальше шаг и, соответственно, поймете, что хотите глубже пойти, вносите аванс для того, чтобы оценить на себе действия денежной игры. То есть, чтобы математика заработала, нужно внести туда денежную энергию свою и посмотреть, что будет происходить. Ну и те, кто участвует в этом процессе, уже идут далее, кто готов и идут на программу. Буду тоже с вами завершать общение. Пишите свои осознания и сайты. Ну а кому важно решать и делать это в определенные сроки. То есть, мы это делаем в кратчайшие сроки, у нас все программы месячные, ну и вот двухмесячные. Обогати себя, это семинедельная программа. То приходите с нами, с наставниками, с проводниками. Проработаем результат ваш запрос в кратчайшие сроки. Проработаем результат ваш запрос в кратчайшие сроки.